Приветствую вас! Вы знаете, я прочитал ваш текст, прочитал ответ своего коллеги Игоря Блетучего, на момент записи этого ответа такой, ну, ваш ответ был один, да, кроме меня. Вот, если честно, мне думается, что, отчасти я согласен с коллегой, но мне думается, что дело даже не в отношениях с молодым человеком. Дело в том, что вы всегда были не самостоятельны, всегда вы боялись какого-то контроля, вам это было неприятно, вы от этого контроля убегали. Вы не научились ему сопротивляться, а вы убегали от контроля. Вы настолько много каких-то значений, ожиданий, желаний, возложили на, ну вот, на переезд настолько много, что по факту, когда вы туда приехали, осталось только разочарование. Я легко могу представить себе, как это происходило. Вы жили с молодым человеком и думали, что вот сейчас переедем и заживем. Соседовать некая временность бытия, простите за такое вот слово, да, немножко, может быть, пафосное немного, да, временность в вашей жизни. Сыграла с вами злую шутку. В том смысле, что вы перестали жить здесь и сейчас. А начали обесценивать свою жизнь в Сибири и идеализировать жизнь в Петербурге. Речь здесь не о том, какой Петербург хороший город, или Сибирь какой плохой город, или наоборот, да. Речь здесь не о том, как много в этих городах увлечений, возможностей и так далее, и так далее, и так далее. Речь здесь не об этом. Речь именно о вашем внутреннем состоянии и отношении к тому, что происходит. Понимаете? Когда человек чувствует вот эту временность, когда он бежит, у него же ничего нет. Это как? Ну, какой бы пример привести? Не знаю, насколько удачный пример будет хиппи. Вот хиппи. Люди, у которых, по сути, вообще ничего нет. У них ничего нет. Не знаю. И это люди, которые не имеют собственности, имущества. Это люди, у которых никогда ничего не бывает. И какие цели у таких людей? А у людей таких, у таких людей, цели только одни, да. Наслаждаться жизнью, там, ну, что-то ещё делать, там, я уже не помню, не помню, и всё. То есть у них нет целей, связанных с, там, достижениями какими-то, да. Там, с реализацией себя. У них таких целей всех нет. Им это всё не нужно. Понимаете, да? Какая история. И, если им это не нужно, а если им это не нужно, то у них соответствующее состояние. А у вас, следуя моей мысли, состояние внутреннее такое же, что я здесь, как бы, у меня здесь не должно быть, я хочу в другое место. А цели совсем другие. Мазал. Вот, бывает, такая история, что, допустим, люди жили, счастливо жили и живут, счастливо. У них есть двое детей, собака, или кошка, или кошка и собака, неважно. Дети подрастают, да, то есть, там, ну, детям, там, лет по пять, допустим. То есть это ещё дети, но уже, как бы, активно формирующиеся люди. И тут понимаешь, что, как бы, пора расширяться. То есть пора квартиру побольше, чтобы детям, ну, чтобы детей были комнаты в саде, да, например. Или кто-то ещё. То есть это необходимость. Вот единственное, единственное оправдание для смены там чего-то, это необходимость. Но не будет лучше, лучше житься, лучше себя чувствовать. Человек просто в другом месте. Не будет. Это, 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 это ваша ключ, ээээ, ключевая, по сути, проблема. То есть апатия у вас, она была ещё в Сибири. Просто вы этого не замечали, в силу того, что у вас была идея. Идея временности, идея того, что вот я сейчас приеду и зашиву. Но не тогда вам делать особо ничего не хотелось. Я уверен. Вы, конечно, можете сопротивляться сейчас и говорить, что нет, тогда у меня были какие-то идеи, хобби и так далее. Я вам верю, я верю, я не спорю с вами, я верю, верю. Я верю, что работа была и друзья была, и с этого вам доставляла радость. Но уехать мы хотели всё равно. То есть ни друзья, ни хобби, ни увлечения, ни работа не были. Настолько серьёзными, что, чтобы удержать вас от того, чтобы уехать. Правильно? Вот и всё. Дальше, значит, эээ, дальше от родителей подруга хотела испытать новый опыт. Вот, пять месяцев назад я переехал в другой город. Эээ, хотел испытать новый опыт. Понимаете, эээ, как вам сказать? Ммм. Нет ничего плохого в новом опыте, да, когда ты достиг чего-то в эээ, ну, образно говоря, в старом опыте. Почему-то я не уверен в том, что вы достигли чего-то в старом опыте. Ну, то есть не достигли чего-то, эээ, такого предельного, планочного. Чтобы мы, чтобы вы могли сказать, о, всё, я достигла своей планки. Хорошо. Вы бежали от родителей. От подруг, не знаю, но от родителей вы бежали. А новый опыт – это оправдание. Рационализация. Так получается по тексту, не знаю, может быть, эээ, я не прав. Но ещё раз, новый опыт можно получать только тогда, когда достиг планки в старом опыте. Иначе это получается по верхам. Получается по верхам. Вот. Дальше. Переезжал след за молодым человеком, с которым жила. Понимаете, здесь противоречие. Вы переезжали, чтобы новый опыт получить, или переезжали след за молодым человеком, с которым жили. Или-или. Или вы переезжали сами для себя, и планируя свою жизнь, вне зависимости от отношений с молодым человеком. Или вы переезжали след за молодым человеком, подразумевая, что с ним вы будете, эээ, стопроцентно с ним жить. Вот по вашему тексту получается, что второй вариант. Тогда вариант первый – это ложь. Мотивировало его на переезд для того, чтобы постараться строить отношения вдали от родных самостоятельно. Вот ещё раз, да? Вместо того, чтобы укреплять личные границы. И самостоятельность. И самостоятельность. Свою. Вы вместо этого убегаете. Ну и, как бы, и что хорошего из этого может получиться? Вы думаете, у вас эта личная граница появится? Нет. Вы думаете, вы сильнее станете? Нет. Наоборот, если бы вы в действительности хотели нового опыта, вот прямо, ну, в действительности, если бы вы хотели нового опыта, я верю в то, что вы бы наоборот, знаете, вы бы наоборот… Остались бы там. Почему? Чтобы, чтобы опыт получать. Вот он, опыт. Новый. Он здесь. Новый опыт. Он не в другом городе. Он здесь. Но вы убежали. И это вопрос. Вопрос. Это вопрос. Если вы не могли жить самостоятельно при родных, то издалей от них самостоятельно тоже жить вы бы не смогли никак. Если вы не хотели ничего там, то и на новом месте вы не хотите, хотите, ничего не будете. Сейчас мы переехали и в другом городе я чувствую себя оставшимся жутко одинокой. В чем? В чем конкретно проявляется одиночество? Недовольность жизнью? Опять же, чем конкретно недовольство жизни проявляется? Вот у меня не осталось интересного и яркого. А нравится, нравится-то вам что? А понимаете, что от вас зависит? Яркость и интерес в жизни чем определяется? Чем, кем определяется яркость в жизни? С молодым человеком все только ухудшилось на грани ухода от него. Не понятно, что вы написали, не могу уйти. Нет слова не могу. Не хотите уходить. Почему отношения ухудшились с молодым человеком? Из-за чего ухудшились? Годите ли вы работать над отношениями? Хочет ли он работать над отношениями? Что это? Это нужно разбираться. Понимаю, что не испытывают чувство влюбленности уже. Так и не должны испытывать влюбленности. Вы поймите, Оксана, что влюбленность нельзя испытывать все время. Влюбленность и влюбленность нельзя испытывать постоянно. Это чувство проходит. Дальше остается либо любовь и уважение, либо ничего. Если у вас есть что-то, какие-то наработки, отношения. Или вы рассчитывались на влюбленность, и влюбленность там постоянно чувствовал. Дальше. Так, кроме него в городе никого нет, остаться одной безумно страшно. А с чем? С чем страшно остаться безумно одной? Без... С чем страшно остаться одной? Какой же это новый опыт, опять же, вы получаете? Какой? От какой самостоятельности идет речь, если вы сами не самостоятельны? Да? Понимаете? Противоречия, какие идут. Бывает, когда они не целуются, смеют, старают сделать себя счастливой, но в целом настроение не меняется. А счастье это как? Это как? Оксана. Вы были когда-нибудь счастливы сами по себе? Вот без других людей? Когда бы другие люди не могли определить ваше счастье? Было такое? Если да, то как? Если нет, то... А как вы можете сделать себя счастливой? Потому все и получается в виде ширмы такой. Так, значит... Да, почему остаться в одной? Кстати говоря, говорят. Потому что вы не принимаете себя в себе. Не верите в себя, не принимаете себя, не можете с собой находиться наедине. Понимаете, да? Так, город вместо того, чтобы показаться яркими новыми, стал обратным и отталкивающим. Ну вот опять же. Откуда это есть идеализация города? Что такое идеализация? Это форма желания. То есть если я не могу или не умею свои желания реализовывать, да, прямо, ну прямым способом, я начинаю что-то идеализировать. И хорошо, если то, что я идеализирую, остается на расстоянии, а если нет, я с этим сталкиваюсь и что начинаю делать? Обесцениваю, потому что, чтобы я и не идеализировал, при контакте с этим, оно становится, ну, оно разочаровывает. Разочаровывает меня. Оно в моем, как бы, воображении, да, было лучше, а сейчас оно стало хуже. Но еще раз, идеализация связана с желаниями. Желание нужно реализовывать, не идеализировать это детское состояние, а реализовывать. Соответственно возникает вопрос, а как часто вы идеализируете и что? А какой стимул к идеализации? Какие причины, источники идеализации? Какие желания стоят за этой идеализацией? Например, почему вы так хотели, чтобы город казался вам ярким и новым? Что вообще, в вашем понимании, новое и яркое? Всем это, ну, как бы, определяется, да? Может быть город, вообще, быть новым и ярким? Это какого-то, знаете, очень, такого глобального, ну, определения. Город есть город. Он любой, каким бы он ни был, он любой, он чужой. Город, он чужой. Он родным, родным становится постепенно. Хотя, по мере того, как вы его узнаете. Сами. Не через других. Сами. Дальше. Страшным и отталкивающим. Как бы, отражая то, что вы чувствуете. Все правильно. Вот как вы себя чувствуете, так и вы воспринимаете окружающие. Ну, не может же город быть страшным и отталкивающим, правильно? Правильно. Чужой может, чужим, да, чужим может быть. Но что такое чужое? Это незнакомое, неизведанное. И это вы. Ваша собственная душа, ваше собственное желание, ваше собственное чувство, это и есть то неизведанное, что вы проектируете на город, по моему мнению. Дальше. Развлечение не приносит радости. Опять же, это немного не так работает. Не развлечение приносит радости, а вы, радуясь, развлекаетесь тем способом, которым вам интересно. доступно. Доступно, интересно. Понимаете? Не наоборот. Это такое впечатление, что нечто из внешнего мира должно прийти и сделать вас счастливой. Это не работает так. Это не работает так, Оксана. Не работает. Никак. Невозможно. От слова совсем. Понимаете? Развлечение. Развлечение это просто развлечение. Объясняю. Есть такое развлечение, да? Игра в карты. Мне игра в карты не нравится категорически, но просто вот скучная, ну для меня это скучно. Являются ли карты для меня развлечением? Нет. Являются ли они развлечением? Вообще. Да. Приметут ли они мне радость? Нет. Зависит ли это от карт? Нет. Зависит от меня. Дальше. Чаще говорю о грустном. Да. Вот. Понимаете? Вот. С одной стороны, вы выращаете свои чувства, а с другой стороны, наверное, постоянно запрещаете себе это делать. Ну, то есть, запрещаете себе грустить. Вы же по какой-то причине веселитесь, смеетесь, загоняете чувства вглубь. Работа сейчас становится тоже отталкивающей. У вас удивительным образом происходит как бы расщепление. Понимаете, вот когда человек говорит, что вот то-то или то-то становится там плохим, отталкивающим, там негативным, еще каким-нибудь, вот. Всегда хочется сказать, даже не хочется сказать, а всегда чувствую, что человек говорит про себя. То есть, это вы себя отталкиваете, это вы сами себя отталкиваете на самом-то деле, это вы себя обесцениваете, расщепляетесь. Вот. И через, через расщепление, через расщепление, реализуете свои чувства. В данном случае. Ну вот, согласитесь, как может работа, работа, быть отталкивающей. Если вам это нравится. Если вам нравится то, чем вы занимаетесь. Ну, в любом случае. Как? Как может быть работа отталкивающей? Никак. Она не может быть отталкивающей. Но она является таковой для вас? Да, является. Почему? Потому что на работу, в работу вы привносите свои чувства, свои эмоции. А это значит, что вы работаете на эмоциональном, в том числе, подъеме. То есть, вы не воспринимаете работу просто как работу, с одной стороны. И с другой стороны, работа для вас, это, ну, не что-то... Такое, где бы вы себя реализовывали. Ну, ну, как бы, выражали бы себя. Ну, вот. Потому, соответственно, работа и выглядит отталкивающей. Именно, вот. Для вас. Дальше. Нажда увлечения театра. Люди в нем и само увлечение находятся на грани брошения. Что это не очень понятно. То есть, то ли вы хотите это бросить, то ли даст там, хотят все бросить. Если известно, вот, я не очень понимаю здесь смысл того, что вы хотите, то тут смысл того, что вы говорите. Вот. Но... Если... Если... Вы хотите бросить это все... Это, опять же, бег. Когда узнаете знакомых, есть интересные цели и планы, меня это еще больше погружает выныние. А почему? Вот... Почему вас это выныние погружало? Чего здесь, эм... Такого унылого-то? Вот, и... Ну, именно... Именно унылого... Что? Что здесь унылого? Для... для вас, вот, унылого что? Понимаете? Понимаете? Нужно ли это разбирать... Разбирать... Эм... Эм... С вами... С вами? Да! Да! Нужно это с вами разбирать, потому что... Какие чувства вызывают... Вызывает у вас... Эм... Эм... Вот это вот... Ощущение, что у других, ээээ... Там... Там... Ну... Что-то есть... Какие-то увлечения, там... И так далее... Так далее... Вот... Какие чувства у вас это вызывает? Это важно? Важно. Это, значит, как бы, ну, полезно для вас? Да, это для вас очень-очень-очень полезно. Это нужно вам? Да, это вам нужно, всё это вам нужно. Понимаете? Как бы, если вы хотите добиться чего-то в жизни, ну, просто вот, хотите добиться в жизни чего-то, каких-то, ну, вещей, вот, понимаете? То, ну, вот, нужно отслеживать, нужно отслеживать эти моменты, отслеживать эти аспекты, вот. И по-другому здесь, к сожалению, никак. Так. Иначе вы ничего не добьётесь. Вот. К сожалению. Понятно, да? О чём идёт речь. Дальше. Эм... Так. Они предлагают возможность, я только отнекиваюсь, как внутренне, так и внешне, говорить, что неинтересно, не нужно. А... Почему вы это делаете? Вот, отнекиваетесь-то почему? Ну, если вы чего-то хотите. Для себя, допустим. Отнекиваетесь-то, по какой причине вы? Знаете ли вы, что стоит за, ну, вот, за тем, что вы отнекиваетесь? Что стоит за этим, вот, собственно говоря, решением для вас? Чего вы, может быть, боитесь, там, например, и так далее? Вот. Вот. Понимаете ли вы, насколько это важно? Для вас. Опять же. Понимаете? Насколько это важно, именно, вот, именно вам. Дальше. Значит, так, я, я переезжала с эмоциональным багажом, готовая покорять этот город. Эээ, вот, тоже, да, момент, момент. Как бы... Откуда-то вот это вот... Эээ, ну, откуда-то это вот это вот то, желание... Эээ, покорять го... город... Там. Как бы... В какой город мы собрались покорять? Зачем город покорять? Как может один человек покорить город? Когда это, в общем-то, ну, невозможно абсолютно, да, то есть, ну, как бы, невозможно покорить город, в принципе. Потому что, ну, это просто, ну, не та цель. Это просто, просто, ну, неправильно, ну, даже не правильная цель, а ложная цель, я бы сказал. Вот. Потому что, ну, я ещё раз повторяю, да, то есть, город человек, человек один не покорит, это невозможно сделать. Вот. Понимаете? И я лично, вот, не удивлён тому, что у вас не получилось это сделать. Дальше. Осталось без сил. Ну, я надеюсь, что объяснил. Объяснил. Вам? А почему вы остались без сил, конкретно вы? Вопрос в том, как разобраться с аппартией. Вы знаете, на мой взгляд, это довольно интересный вопрос, на самом деле. А почему? Интересный вопрос. Потому что, потому что... С аппартией разбираться... Вот именно разбираться. А, на мой взгляд, не нужно. Вам нужно её раскрыть. То есть, вот, чувство, да, какое вы испытываете? Что, там, допустим, ну, допустим, например, да, ничего не хотите, например. Вот. Или в чём? Понимаете? Вот. Если вы чего-то не хотите, значит, это, что этого вам может быть и не нужно хотеть. Вообще. А что вы хотите? А хотите ли вы, там, действительно, своего? То есть, хотите ли вы, действительно, того, что, ну, как бы... Интересно вам, например. Или вы хотите, всё-таки, чего-то другого. Вот. То есть, какие желания, вот, у вас есть, с чего вы хотите, для себя конкретно. По факту. Потому что, зачастую, вот, зачастую, апатия, апатия, это, ммм, такое интересное достаточно чувство, которое просто-напросто, показывает, показывает нам, значит, показывает нам, чего мы, на самом деле, не хотим. Чего мы не хотим, и чего мы хотим. Вот. Поэтому я бы сказал, что вам капать из-за именно присутствия. Это, действительно, очень, ааа, такое, такое полезное чувство. Вот. Дальше. Так. Ощущаюсь такой простой шаг, как переезд. Да нет, не простой, это шаг. По поводу колеи, которая скрыла психологические проблемы. Мы же согласны, тут вы правильно все понимаете, понимаете. Вопрос в том, что это. Что это что? Эээ, проблемы психологические какие? К сожалению, сказать не могу. Ну, кроме того, что сказал уже. Не умея быть самостоятельной, самостоятельная, от чего такое одиночество непреодолимое? Это вопрос или что? Не умение быть самостоятельной. Это. А. Отсутствие личного пространства. Б. Отсутствие личных границ. В. Отсутствие своих, ээээ, своей системы ценностей. И. Г. Это. Неуверенность. Неуверенность в себе. Ага. Одиночество это, соответственно, непринятие себя. Вот. Как бороться с апатей? То есть, ну, как-то, вот знаете, вы очень в разнобой все эти вопросы задаете, да? Просто непонятно, где вопрос, где утверждение, что вопрос, что утверждение. Эээ, понимаете? Вот. Поэтому, ну, честно, вот, как бы, чувствуется, что мысли у вас идут прям, так, в разнобой очень сильно. Вот. То есть, это всё, это всё важно корректировать. Это всё важно корректировать. Эээ, поэтому, тут, вот, я предлагаю вам, да, пока что, эээ, пока что, эээ, эти вопросы оставить, да? То есть, разобраться вот именно с тем, эээ, что я вам, эээ, сказал. Вот. Просто, просто, эээ, поймите, что бороться, вот именно бороться, с чем-либо, борьба, любая борьба, с чем-либо, борьба, именно борьба, любая. Ээээ, это всегда по давлению, всегда по давлению. То есть, то есть, до тех пор, пока вы боретесь, до тех пор, пока вы боретесь, именно боретесь, эээ, с чем-то, вы себя подавляет. А значит, вы не идёте вперёд, не идёте вперёд. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok